В принципе, вы можете доверенность уже оформить. Правильно? Угу. Вот, ну, соответственно, тогда я выясню в течение сегодняшнего дня, смотрим, чтобы как и что. Да, вот. Значит, сейчас я попробую наградить. Адвокат. Корреспонденты телекомпании «Саратов-24» за один час планируют завладеть квартирой этих жителей. Вот, сейчас мы тогда с вами составим договорчик. Так, у вас паспорт не данный с тобой? Да. Давай. Комбинации, достойной Остапа Бендера, готовимся основательно. Объявления об оказании юридической помощи расклеиваем в разных районах города. Выбираем острую тему – проблему ЖКХ. Выходим на поиск потенциальных клиентов сами. Подкупаем бесплатные консультации. И вот он, первый результат. Теперь уже жители приходят к адвокату. Но вот подпишут ли доверенность на него? Статус мошенников корреспондента решили примерить по следам беспрецедентной ситуации, которые даже сравнили с Кущевкой. Несколько десятков семей в Балашовском районе остались без жилья. Ну вот пять дней пройдут, придут к приставу. Все оставим и выйдем. С кошками, с собакой. Нам некуда идти. Отстоять право на жилье в собственном доме Татьяне Прибытковой удалось только на время зимы. Сейчас женщина снимает квартиру. Это вот временно пока проживаю. Насколько не знаю, временно. То есть будем теперь так часто менять. Проходите. После того, как обратилась в юридическую фирму Балашова за займом, к ней пришли судебные приставы с требованием выселения. Сейчас вот я подавала на них в суд, они меня подают в суд. Мы сейчас обжалуем, что не это, посчитаться, чтобы посчитать, не это, как оно называется, куплю-продажу, посчитать недействительно. Вторые пострадавшие пока живут в своем доме. Однако вынуждены его выкупать. История лишения квартиры связана с той же юридической фирмой Балашова. В 2015 году я наконец увидела, что за документы были на дом. Оказалось, что через полгода этот дом уже был продан. Лишилась жилья, еще заплатила полмиллиона рублей все той же юридической компании. Материальные потери вскоре разрушили и брак Татьяны Михалевой. Десятки семей Балашовского района обращались к одним и тем же людям по разным вопросам. Одни по финансовым брали займ, другие по нотариальным оформляли собственность. Но просьбы о помощи в итоге обернулись криком СОС. Все жители собственноручно подписали доверенности на жилье и договоры купли и продажи. В итоге квартиры перепродавали несколько раз, а их владельцев, теперь уже бывших, выселяли. Как так получалось, что жители лишались квартиры? Вы все поймете, когда запросите материал дела, там все. Однако не то, что материал уголовного дела четкого ответа на вопрос, почему до сих пор нет подозреваемых, почему все дела не объединят в одно, сотрудники полиции так и не смогли ответить корреспондентам. Шокировала и глава Балашовского района. Сначала экстравагант с пенеборожениями. Они нашли должны прийти и найти, где Ищенко находится. Он их принимал, на самом деле, ну, просто говоря, а в то же время, я спрашиваю, ты была вот у своего главы администрации на селе, вот здесь у кого-то на приеме ты была? Нет, ни у кого не было. В Саратовской области больше десятка семей, в том числе многодетные, оказались буквально на улице. Все они обращались в одну и ту же риэлторскую контору по разным вопросам, но в итоге остались без жилья. После того, как район попал на экраны региональных, а затем и федеральных СМИ, над лексикой пришлось поработать. На том труды и закончились. Глава района, вы можете выйти к жителям и сказать им, что есть такая ситуация, есть такая проблема. Нормально ездить туда не поедет, к этим людям, а они нормальные, они приходят, те, кто ходят к ним, они не будут нас идти сюда. Могла дойти до жителей сама, чтобы предупредить их о возможной опасности. Первые пострадавшие появились еще несколько лет назад, но даже резонанс, который получила эта история, так и не поднял главу района с настиженного кресла. Огласка изменила не саму ситуацию, а возможные мошеннические схемы. Юридическая фирма, между тем, сменила вывеску и адрес. Круг замкнулся. Этот эксперимент мы затеяли с одной целью – понять, насколько легко ввести жителей в заблуждение. Юридическая организация в Балашове выжидала своих клиентов годами. Мы ставим амбициозную задачу – обмануть жителей за несколько дней. После недолгой беседы просим подписать доверенность, по которой адвокат якобы будет вправе защищать жилищные права жителей. Своей подписью дает адвокату право распоряжаться своим жильем. И пока обнадежная не ушла за пределы кабинета, раскрываем суть нашей аферы. Мы снимали сюжет, и в рамках этого сюжета мы проводили эксперимент. Насколько люди доверчивы нас и готовы подписать любые бланки, любые документы. Вот вы же явный пример того, что мы прочитали, что вы, по сути, Алексей Михайлович, доставили право на вашу собственность. Осознание того, что так легко могла остаться без жилья, Екатерину Чижикову приводит в растерянность. Если такая комбинация сработала в областном центре, где практически у каждого жителя есть телевизор и интернет, то за пределами Саратова проблема юридической безграмотности и доверчивости населения приобретает уже пугающий масштаб. А значит, любая, даже самая идеальная правоохранительная система не сможет защитить людей лучше, чем даже несовершенные юридические знания.